А теперь действительно переходим к сборке по запчастям. Спасибо. По запчастям. Вот мы подошли к самому сложному. Можно ли в сегодняшнем нашем вебинаре рассказать про то, как собирать принтер по запчастям от и до? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть? В пределах разумного. В пределах разумного? Давай попробуем. Секретов раскрывать не будем, но расскажем, на что обращать внимание и с чего лучше собирать. А секретов это каких-то секретов? У нас есть даже секреты, как я их скажу. Наши секреты. Ты пытаешься меня сейчас... Наши вот эти секреты. Вот эти вот наши секреты. Ну, хорошо. На что обращать внимание при выборе конкретных запчастей, да? Да. Хорошо. Погнали. Допустим, начнем... Ну, допустим... Стол. Со стола, да. Пойдем вот так. Стол можно взять готовый. Это представлен стол а-ля Ultimaker, опять же. Нужно обратить внимание, чтобы подшипники стояли под шестнадцатые валы. Почему шестнадцатые валы? Потому что это надежно, это жестко, и стол должен очень жестко стоять на каркасе принтера, чтобы у нас печать была ровной. Вот эти подшипники, которые установлены, они должны быть под шестнадцатый вал. Ага. Уже дальше. Ага. Вот так. Подожди, можно к столу вернемся? К столу. Мы не упомянули по поводу того, насколько я понимаю, может быть, я отвлекся в чат, сколько вольт должно быть на столе? До грелки мы дойдем. Дойдем? Ну, вообще, да, заранее я скажу, грелка на столе, если она идет в комплекте со столом, а такое бывает, она должна быть на двести двадцать вольт. Зачем это? Двести двадцать вольт это безопаснее, так как стол очень мощный, и если он будет на двенадцать вольт, то там будет, ну, допустим, двадцать ампер. А двадцать ампер это не пожаробезопасно, потому что где-то что-то перегнулось, какой-то провод, а стол у нас подвижный, там образуется искра, провод сгорит, и принтер тот же. А пристеснили, что-нибудь еще может сгореть. Если это двести двадцать вольт, то, скорее всего, таких проблем не возникнет. Не возникнет. Не возникнет, да. Не возникнет. Это безопаснее, и еще плюсом будет то, что он быстрее греется. Это, наверное, основное его преимущество. Двести двадцать вольт стол быстрее греется. Окей. Рельсы. Рельсы. Рельсы часто идут комплектом. Они идут по определенной отрезанной длине. Рельсы лучше использовать Хайвин. Можно их заказать либо у официального дистрибьютора Хайвин, либо можно купить какие-нибудь в Китае по более-менее приближенной цене к оригинальным. Так как совсем дешевые китайские рельсы, они будут закусывать, они будут клинить каким-то образом, и никакой хорошей печати вы не добьетесь. Рельсы. Можно слайд назад, пожалуйста? Ага. Рельсы. Рельсы, как уже ранее говорили из комментариев, лучше брать двенадцатые, если у вас область до 300 мм. Если больше, то лучше рассматривать более высокий калибр. Каретки должны быть вот, МГН 12H. H маркировка значит, что каретка длинная. Есть короткие, которые С, есть длинные. У длинных площадь соприкосновения больше, пятно контакта с шариками больше, соответственно, люфтов меньше, ресурс больше. И печать точнее. Печать точнее, все лучше, все круче. Чутко. Да, можно на этом ставить. Двигатель оси Z. Двигатель оси Z лучше рассмотреть тот, который идет сразу с установленным на него винтом. Почему мы не рассматриваем ШВП? ШВП из Китая, скорее всего, придет кривая, люфтящая, какая-нибудь закусывающая. И никакой печати хорошей вы точно не добьетесь. И будет воблинг, будет все некрасиво и неровно. Если заказывать такого плана двигателя с винтами, шанс того, что этот винт будет ровный, он больше. Соответственно, примерно такие же винты стоят у нас на маленьких принтерах. Но у нас немножко другие гайки. Но это, в принципе, не суть. Тут, в принципе, все. Валы. Валы. 16 миллиметров, прецизионные валы. Тут никаких особо критериев нету. Они, валы почти у всех одинаковые. Просто брать любой? Просто брать любой. Ну, опять же, не самый дешевый, а такой средний ценник. Средний. Средний, да. Те же самые валы. Опоры. Опоры для валов. Нам понадобится... Ну, мы сейчас рассматриваем такую кинематику, где у нас двигается стол вверх-вниз, а XY у нас двигается, ну, допустим, ваш бот. А ты можешь нарисовать ваш бот? Чтобы людям было понятно. Давай нарисуй. Схему кинематики. Сейчас мы включим вам камеру, где будет все ясно и видно. Дима, ты можешь чуть-чуть вбок отойти, чтобы было виднее? А, ты вот так решил, да? Хорошо. Так. Так. Всем очень интересно смотреть на твою спину. Так. С логотипом. Окей. Поясняй, что это такое. Отсвечивает? Чуть-чуть можно поднимать. Вот, супер. H-Bot. H-Bot представляет из себя кинематику с одним ремнем, одним ремнем, двумя двигателями и двумя ответными роликами. А, нет, не все я нарисовал. Здесь еще четыре ролика. здесь у нас, например, каретки наши. Ну, примерно вот так. А, мы рельсы давай нарисуем еще. Слишком все приблизительно. Надо было хотя бы разными цветами. И... Ладно, я не буду рисовать, слишком будет сумбурно. По оси Y у нас две рельсы. По ним двигается все вот это вместе с ответными вот этими роликами. А по оси X у нас перекладина идет здесь. Она закрепляется за вот эти каретки. И по ней двигается экструдер. Приводится это все в движение двумя двигателями и ремнем, который цепляется к экструдеру, проходит через один ролик, проходит через шкив на двигателе, проходит здесь в холостую, огибает ответный ролик еще один, еще один ответный ролик здесь проходит, проходит через ответный ролик. Как много ответных роликов, да? Еще ответный ролик проходит шкив второго двигателя, идет обратно через ролик и опять к экструдеру. Можно, в принципе, загуглить видео, как двигается эта система. Довольно интересно. Если двигателя у нас крутятся в противоположные стороны, то двигается ось Y, если в одинаковые стороны, то двигается ось X. Если человек собирает принтер сам и он уже как-то знаком с этим, то лучше собирать именно в этой кинематической системе, потому что она точная, быстрая и надежная. Окей. Едем дальше. Едем дальше. А давай сейчас посмотрим пару вопросов каких-нибудь. Я вижу, здесь прямо написали. много. Александр Гейкер пишет, если говорить про свои потребности, то допиливать можно и покупной. Я говорю про сборку принтера, который просто печатает. Речь шла по поводу того, что кто-то уже собрал, инструкция, и ты можешь повторить его путь. так. Так. херак, ничего страшного. Но тут уже надо меры предосторожности соблюдать. Техника безопасности. Александр отвечает, зато если 220 замкнет на корпус, и ты за него схватишься, будет неприятно. То же самое по сути. Порошки для селективного спекания. Почему такие дорогие? Что это? Нет, не знаком, к сожалению. Можно какую-нибудь может быть ссылочку в чат, либо подробное описание. Такое я не слышал. Ски. Привет, кстати, Ски. Дружище. Грелка 220 вольт требует особой платы питания и защиты. Самопал не учитывает этой необходимости защиты от короткого замыкания и тому подобное. Ну, да, на грелку 220 вольт лучше поставить предохранитель, ну и на грелку 12 вольт тоже нужно поставить предохранитель. Номиналы предохранителя только будут разные. Надо смотреть от мощности грелки и высчитывать. И да, правильно обратили внимание, что на 220 вольт грелку надо будет поставить твердотельное реле, а лучше два. Два твердотельных реле на фазу и на ноль, чтобы они размыкались оба. И тогда даже при выключенной грелке, если вы вдруг перекрутили вилку в розетке и у вас, допустим, грелка замкнула на корпус, то вас ни хера не прощат. Нормальное выражение, мне очень нравится. Корпус принтера должен правильно быть заземлен. Если не заземлен, ответственность принтера, ответственность владельца принтера. Ну, да. Покебрейн, не знаю, спрашивает ли он у нас, а у вас не из Китая? Что у нас? Принтер, я так понимаю. Принтер? Нет, принтер наш и он не из Китая. Нет, у него есть китайские комплектующие, но они все идут от проверенных поставщиков. Перед тем, как какую-то новую деталь поставить на принтер, берется очень много вариантов, они все тестируются и выбираются наилучшие. Как мощность подобрать шагового движка? Нужно просто посчитать, с какой скоростью нужно будет двигать голову, от веса головы это все зависит. и посчитать мощность. Ну, в основном на принтер подходят NEMO 17 стандартные и их мощности хватает. Окей. Корпус принтера должен быть правильно соединен к батарее отопления. Я думаю, что это про заземление речь. Ага, только сначала замеряй потенциал на батарее, вместе с тем посмеемся. И будет там 160 вольт. Все, хорошо, больше вопросов я не вижу. Мы там остановились на столе, перешли к кинематике, правильно? Да, вот у нас крепление. Мы рассматриваем принтер, у которого двигается стол по оси Z, а кинематика двигается по системе наш бот. Она там нарисована. Ее уже не видно. Нам потребуется 4 вот таких опоры, чтобы закрепить наши 16-е валы на каркасе. Опоры, они, в принципе, все одинаковые, все стандартные, ничего придумывать не нужно. Едем дальше. Двигателя. Двигателя NEMO 17 на минуту назад сказал об этом, что они, в принципе, подходят для всех принтеров, там особо ничего выдумывать не нужно. Проверенные просто надежные, наверное? Это шкив экструдера подающего, его можно пока пролистать, мы к нему вернемся. Ролики, ответные ролики. Это те ролики, про которых я рассказывал здесь. Можно, кстати, камеру. Крупные. Если вы ролики не будете сами рисовать и не будете заказывать их у токара, чтобы он их выточил, можно взять готовые ролики, которые были раньше на картинке рисованы. Те, что с зубчиками, они пойдут сюда и сюда. А те, что гладкие, они пойдут сюда, сюда, сюда и сюда. Почему так? Потому что ремень идет вот таким образом, зубцы у него здесь и лучше будет, если он будет огибать именно по зубцам. Это не сильно критично, мы все протестировали, проверили, у нас везде стоят ролики без зубчиков, никак это не влияет. Но можно купить разные зубчики и без зубчиков. вот так они выглядят. Для самоуспокоения, для психотерапии. Да, да, да. Вдруг кто-то слишком принципиальный и он не хочет, чтобы у него... Он спать не может, он просто спать ложится и говорит, блин, у меня зубчиков нет, зубчиков нет, проскользнет, проскользнет. Ладно. Все, кроме зубчиков и всего ответные ролики. Короче, с ответными роликами мы закончили. Да, нужно обратить внимание, чтобы ответные ролики соответствовали ремню. Ремни есть разные, в основном это либо 6 мм высотой, либо это ремень 10 мм. Лучше брать 10 мм ремень, ну, опять же, от области печати лучше отталкиваться, если область, как на маленьком принтере, это 200-200 мм по иксу и по иксу, туда можно поставить и 6-й ремень. На область больше желательно поставить 10-й. Ну, и если голова у нас директ, и если она тяжелая, то тоже лучше 10-й ремень. А, назад. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. Ремень нужно обратить внимание, чтобы он был не металлокордовый. Да, это очень важно, потому что один раз расскажу историю, мы взяли ремни с металлокордом и... У нас есть отбивка занимательные истории и с контролем принято. Нет такой? Нет такой. Один раз мы взяли ремни с металлокордом и... на стадии тестирования, слава богу, на стадии тестирования, у нас появилась проблема с тем, что металлокорд растягивался, так сказать, ремень растягивался относительно этого аккорда и... вся натяжка ремня, она уходила на нет. Никакого качества печати не было, соответственно, плыли все размеры, потому что ремень растянулся и это очень плохо. Это очень плохо. Какой покупатель? Попать нужно либо армированным стекловолокном, либо армированным кевларом. У нас стоят армированные кевларом. Потому что звучит мощно. Кевлар. Как в бронежилетах. Бронеремень. Бронеремень, да. Ладно. Едем дальше. Мы же с этим закончили? Отлично. Все в нем закончили. Да. Грелка. Нагреватель элемент на стол 110 либо 220 вольт, зависит от того, где вы, в Америке или в России. 220 вольт и в данном случае это 180 ватт. Термодатчик в эту грелку встроенный, силиконовая грелка, ее по такому названию можно найти. Силиконовая грелка, 3D принтер, 220 вольт. дешевая, потому что слишком дешевая всегда всякая фигня приходит. 100%. Да. Ну хорошо, дальше. О, подобрались к электронике. Супер. Электроника, о которой мы раньше уже говорили, в данном случае это как раз Lerge, да? Да, это Lerge с сенсорным дисплеем, полностью все вшито в эту плату, все уже прошито, надо только настроить под ваш принтер, выставить все области, выставить все микрошаги в зависимости от драйверов, они сверху справа нарисованы, какие есть на выбор при покупке от электроники. Звучит как реклама, да? У нас, по-моему, все вебинары звучат как реклама, чтобы мы не говорили там, какую бы мы технологию не пиарили все равно. Ну да и ладно, ничего страшного. Ну да. Цветной дисплей, 32 бита, все в принципе круто, адекватно, все можно настроить, прямо с этого дисплея. Все самые тонкие, самые обычные, любые настройки. Зачем там мышка? Можно мышку брать? Переходим к экструдеру. Экструдер, ну, говорят, хороший E3D. Вот это он. Можно, в принципе, его взять и от него уже плясать, так сказать. тоже выбрать его по цене, более-менее адекватно, чтобы он был не сильно поддельный. А давай сделаем интерактивчик такой. Ребят, пока мы тут рассказываем, если вы хотите, чтобы мы прямо на ваших глазах выбрали какой-нибудь комплектующий для 3D принтера, прямо просто сейчас откроем ноутбук, когда закончим это пояснять, и просто прямо при вас на Алиэкспрессе что-нибудь найдем интересное для вас. Ставьте плюсики, если плюсики будут. Вы можете даже скинуть ссылки, я их открою, посмотрю и скажу, какие тут плюсы, какие минусы у конкретной детали, которую вы хотите подобрать. Можно и так сделать, да. В общем, давайте. Плюсики, если вы хотите, чтобы мы просто открыли Алиэкспресс и наобум что-нибудь набрали, а давайте поставьте циферку 1, если вы хотите нам что-нибудь скинуть. Да и вообще не надо никакой циферки ставить, просто скидывайте ссылку, мы ее откроем, и все проблемы. Да, да. Да. Окей, продолжаем. Экструдер E3D за более-менее адекватные деньги, ну, типа не 500 рублей, а подороже. В комплекте, скорее всего, у него будет и кулер, который нарисован, и тефлоновая трубка вот эта, и нагревательный элемент с термистором. Они также разделяются на цельнометаллические и на экструдеры с тефлоновой трубкой внутри. Желательно, ну, на мой взгляд, опять же, мнение все субъективное, лучше взять с тефлоновой трубкой внутри. Почему? Потому что сможем печатать гибкими материалами, скорее всего, может, не с такой большой скоростью, как мы. Хвастаюсь, да? А что нам не пугаешь? 70 мм в секунду. Лучше взять с тефлоновой трубкой внутри, потому что, скорее всего, мы сможем печатать гибкими материалами, и нам будет его легко обслуживать. Тефлоновую трубку достал, отрезал новую, ставил, все круто. Можно взять цельнометаллическими, сможем печатать с более высокими температурами, но, опять же, без термокамеры, без должного, должных условий мы пиком не запечатаем, как говорится. Пиком, когда ты мне сказал, сколько стоит пик, я хорошо пикнул, пикнул на это дело, плюсики ставят, кстати, классно. Дальше. Ну, а где же ссылки? Давайте ссылки, ссылка будет интереснее. Вебинар плюс, Алиэкспресс минус. Спасибо, хоть за вебинар, это тоже приятно. Можно дальше? С экструдером, да, в принципе, закончили, именно хотендом мы закончили. это подающий механизм, директ, прижим, двигатель и шкив, который мы ранее видели. Сейчас я расскажу про это, и мы вернемся к шкиву, его детально рассмотрим. Так. Сюда устанавливается непосредственно на эту алюминиевую деталь устанавливается тот хотенд, который был кадром ранее. У нас, купив этот механизм подачи и хотенд, который был ранее показан. вот этот. Мы сможем обеспечить директ экструдер, директ подачу, сможем обеспечить гибкими материалами и проблем с подачей у нас будет меньше, нежели с болтом. Едем дальше. Вот в таком виде он приходит, разобранный, его тоже нужно самостоятельно собрать. В принципе, все. Это у нас шкивы немножко не по порядку слайды, ну да ладно, в принципе, не страшно. Это у нашей шкивы, которые устанавливаются на двигатели, можно крупный план на мою прекрасную схему, которая становится вот сюда. я двигатель тут тоже нарисую. Вот такие двигатели. Здесь и здесь. Почти весь принтер нарисовал, смотри, уже. Два шкива потребуется, если мы будем рассматривать... вопросы к тебе, если ты сказал, что почти весь принтер нарисовал. Два шкива устанавливаются на двигателе сюда и сюда. Два, это если мы рассматриваем кинепатическую систему HBOT. Шкивы на картинке нарисованы под 10-миллиметровый ремень. Есть они тоже разные, 16-зубовые, 20-зубовые, есть вообще какие-то большие, но мы выбрали вот такой, 16-зубовые, у него это, наверное, самый мелкозубовый, редко зубовый, часто зубовый, я не знаю. Это шкив с наименьшим количеством зубьев, это обеспечивает нам более высокую точность, так сказать. Понятно. Едем дальше. Все. Ну и круто. А, давай вернемся к шкиву, который подающий в экструдере, который был, по-моему, третий или второй. Да. Назад, 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 назад. Вот он был, вот он, нет. Назад, вот он, нет, вот он, да, мы справились. Вот такой шкив, он из нержавеющей стали, нужно посмотреть, чтобы был именно такой шкив, потому что пятно контакта с прутком у него наибольшее. Есть шкивы просто цилиндрические, с насечками, и к ним прилегает подшипник с проточкой. Лучше взять шкив вот с такой проточкой круглой, так будет правильнее, так будет лучше печатать. Больше пятно контакта подразумевает, что пластик будет меньше проскальзывать, шкив точнее будет меньше проскальзывать по прутку. Тут, в принципе, все. Их лучше взять несколько, вдруг кривые будут, мало ли. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok